Внимание вахте, встать по местам, приготовить швартовые к отдаче. Любого другого матроса за такое пренебрежение своими обязанностями давно списали бы на берег. Но здесь особый случай. Капитан Владимир Котин, заядлый кошатник, в котенка порода американский экзот, влюбился с первого взгляда. Теперь в капитанской рубке они всегда вместе. Кот-матрос здесь седьмой год и уже дослужился до старшего помощника. Тут год за три идет, так что у него уже стаж очень большой. Ну то есть сразу в старпомы, могли бы сказать, в третьего помощника? Нет, за особые заслуги. Он же круглыми сутками в рубке рулит, контролирует. Конечно, чаще всего он просто контролирует. Днем дремлет, ночью выходит на вахту. В самые трудные моменты старпом работает предсказателем. По его состоянию видно, что он начинает волноваться, метаться, ходить из угла в угол. Значит, будет шторм. Ни разу не ошибался. В форме старпома матрос сразу становится как-то серьезнее. Звание обязывает. Но у бывалого речника все-таки есть свои слабости. Обычно для любого моряка нет ничего дороже схода на берег. Вино, таверны, конечно, женщины. Но старпом по имени матрос всего этого не любит. Во-первых, он давно кастрирован. Во-вторых, на судне ему гораздо безопаснее. Товарищ старпом, пойдемте прогуляемся. Товарищ старпом! За свою долгую службу матрос даже получил травму. Однажды упал с палубы и лишился одного клыка. Но с этого судна его уже никто не спишет на берег. Подойдешь его, погладишь, он помурлычет. И стресс снят. Они вместе ждут начала каждой навигации. Зимой матрос живет дома у капитана Котина. И, конечно, на суше им не по себе. Только к весне оба оживают. Кот-матрос стал настоящим речным волком. Сегодня он отправляется в свой сотый рейс. Павел Кутаренко, Антон Ратников, телеканал «Звезда», Санкт-Петербург.